Так, коллеги, 16 часов. Давайте продолжим нашу работу. Пожалуйста, включите режим регистрации. Так, 42-й продолжаем. Покажите результат регистрации. Скоро умеется. Продолжаем нашу работу. Мы обсуждаем 42-й вопрос повестки. Кто хотел бы выступить? Прошу записаться. Включите режим. Покажите список. Иван Константинович Сухарев. Первым выступает Александр Сергеевич Кропачев. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Касательно того, что мы до перерыва рассматривали и выступали коллеги коммунисты, коллеги «Справедливая Россия», безусловно, мы разделяем их опасения в плане того, что может либо образом ослабнуть работа по пресечению антикоррупционных преступлений. Однако, возвращаясь именно к сути законопроекта, нужно отметить следующее, что мы должны при рассмотрении этого вопроса все-таки разделять те ситуации касательно коррупционных преступлений. Когда это идут преступления именно в миллиардных суммах, когда из бюджета воруются огромные суммы денег, это, скажем, одна часть этой проблемы. И другая ситуация, когда сегодня палочная система нарабатывается сотрудниками правоохранительных органов в плане борьбы с коррупцией. И, к сожалению, под этот пресс нередко попадают учителя, попадают врачи и другие бюджетники, работники бюджетной системы. Именно в этой части сегодня законопроект и направлен в плане того, что пресечение преступлений и наказания по незначительной мере. То есть те же взятки, суммы взяток, которые варьируются до 25 тысяч рублей. Если мы рассматриваем в этой части, то, безусловно, будет лучше и будет намного эффективнее работать система, работать уголовное законодательство в рамках и профилактики, в рамках наказания. Если суммы штрафов и наказания, именно суммы штрафов, они будут адекватны тем взяткам, а порой взятки эти варьируются от 500 рублей до 3 тысяч, до 5 тысяч. Поэтому человек, который, грубо говоря, за справку взял 300 рублей взятки за выдачу справки той или иной, и он должен будет выплатить порядка 300 тысяч рублей. Мы прекрасно понимаем, что человек просто не имеет возможности. И в данной ситуации служба судебных приставов, также учитывая ситуацию и реальное положение, реальную возможность погашения данного штрафа преступникам, осужденным человеком, мы должны понимать, что здесь все-таки должна быть адекватность и соразмерность. Поэтому данный законопроект направлен именно в части 1 и 2 статьи 291. И, соответственно, он не распространяется на те крупные цифры и на те крупные взятки, от которых страдает непосредственно бюджет страны и в целом наша система. Поэтому данный законопроект фракция ОДПР поддержит, и мы думаем, что этот инструмент позволит более эффективно бороться именно… Понятно, спасибо. Сухарев Иван Константинович. Да, спасибо. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги. Не зря я задал вопрос все-таки Гарри Владимировичу по поводу ущерба, суммы ущерба, которая возмещается, потому что действительно, на самом деле, это норма, то есть с момента ее введения фактически не работает. Поэтому, ну, конечно, взятка и коммерческий подкуп, безусловно, требуют наказания, это преступление, но в основном мы все знаем, что по этой статье отбывают наказание в основном врачи, сотрудники ДПС, учителя, то есть это незначительный ущерб, мы все знаем, что коррупция, она исчисляется в денежном эквиваленте, и ущерб для государства, соответственно, также в деньгах должен исчисляться. И, безусловно, конечно, ущерб, который наносится этими преступлениями, не соизмерен с ущербом, наносимым хищениями из бюджета страны, и, в частности, вот Олег Анатольевич Нилов говорил о том, что они внесли законопроект, направленный против коррупции. Мы, партия ЛДПР, 25 лет боремся с коррупционными проявлениями по всей стране, и, в частности, мы также вышли со своими предложениями ввести ответственность за хищение бюджетных средств и установить наказание за данное преступление в виде лишения свободы пожизненно, вплоть до пожизненно, если будет это особо крупный размер. То есть мы считаем, что именно наше предложение не противоречит Конституции, а именно 46-й статье Конституции, и не ликвидирует институт презумпции невиновности, как некоторые тут пытаются сделать, ссылаясь на ратификацию статьи 20-й Конвенции ООН. Поэтому, в целом, я считаю, законопроект нужный, если он действительно поможет, но в части рассмотреть надо и наши предложения, которые будут в комплексе более эффективно бороться с коррупцией в России. Спасибо. Спасибо, Иван Константинович. Олег Анатольевич Нилов. Я остаюсь при своём мнении. Трофические язвы зелёнкой и йодом не вылечишь. Конечно, хуже не будет, поэтому наша фракция поддержит этот законопроект, но нужно понимать, что серьёзных изменений после того, когда мы напугаем этих бобиков буханкой в размере 10-20-кратного штрафа не произойдёт, они уже ничего не боятся. Даже тюрьмы, образно говоря, не боятся. А вот с умой не пробуем почему-то, либеральничаем. И на мои законопроекты, и вот сейчас я слышу тоже отдельные коллеги говорят, несоразмерное наказание коррупционерам слишком жестокое. Ну давайте, давайте будем их беречь, а не заботиться о бюджете и о том, как закрывать дыры, особенно в такое сложное время, как сейчас, как сегодня. Я остаюсь на позициях тех, что без конфискации имущества, ещё раз подчёркиваю, не всего имущества, как когда-то это было в советское время, а того имущества, которое нажито незаконным путём, что не сможет доказать коррупционер и преступник, а также члены его семьи. И вот странно, мне давно уже не нравится это название. Видите, вместо того, чтобы называть вором, его называют коррупционер, взяточник. Это просто воровство. И какие штрафы за воровство при исполнении служебных обязанностей, коллеги? Вы представьте себе, наделяем полномочиями, даём рычаги, даём бюджет в руки, даём жезл, пистолет, погоны. Значит, а эти оборотни набивают себе карманы. И за это мы говорим, да, давайте соразмерно их всё-таки наказывать штрафиком, вместо того, чтобы перед строем срывать погоны, одевать вещь-мешок на плечи и отправлять пешком в Сибирь, строить дороги. Вот этот либерализм, он уже привёл к опаснейшей ситуации сегодня в России, когда и в бюджете денег нет, и доверия, что самое опасное, нет ни власти, ни рублю. Поэтому эта инициатива будет поддержана, но в обязательном порядке нужно срочно рассматривать и принимать те инициативы, которые внесены и мной, и другими коллегами. Конфискация имущества должна вернуться в Уголовный кодекс. Немедленно. Спасибо, Олег Анатольевич. Марданшин Рафаэль Миркатимович. Депутат Марданшин, включите микрофон. Да. Пожалуйста. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, предложенный законопроект о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации направлен на совершенствование уголовного правового механизма противодействия преступлениям в коррупционной направленности. И принятие данного законопроекта, мы считаем, будет способствовать повышению эффективности исполнения уголовного наказания в виде штрафа и достижения целей наказания в отношении лиц, совершивших коррупционные преступления. В связи с чем фракция «Единая Россия» поддерживает данный законопроект и рекомендует Государственной Думе принять его в первом чтении. Спасибо. Виктор Алексеевич Казаков, вы по поведению? Включите микрофон депутату Казакова. По пункту 69 поступили документы, подтверждающие возможность рассмотрения данного пункта по упрощенной программе. 69? Да. Хорошо. Гарри Владимирович, будете выступать с заключительным словом? Виктор Витальевич, тоже нет. Выносим законопроект на час голосования. 43 пункт порядка работы. Проект федерального закона о внесении изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ. Докладывает Николай Радиевич Подгузов, заместитель министра экономического развития Российской Федерации. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые депутаты Государственной Думы, в целях реализации пункта 3 дорожной карты по оптимизации процедур государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, правительством Российской Федерации внесён проект федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ. Сегодня в законодательстве закреплена обязанность хозяйственных обществ иметь круглую печать для удостоверения принадлежности и подлинности документов данной организации. Однако с развитием техники и технологии Институт круглой печати утрачил своё историческое удостоверяющее значение. В современных условиях подделка любой печати технически даже менее затруднительно, чем подделка собственноручной подписи. При этом у предпринимателей есть возможность защитить подлинность своих документов иными способами, в том числе с использованием электронных средств и технологий. В этих условиях сохранение обязательного требования о наличии у хозяйственного общества круглой печати представляет собой очевидный анахронизм. В то же время затраты, как временные, так и финансовые на изготовление печати учитываются при оценке лёгкости ведения бизнеса в Российской Федерации, понижая позиции нашей страны по показателю регистрации предприятий в рейтинге «Дуин бизнес» как минимум на одну процедуру или на один рабочий день. Законопроектам, внесённым в правительство, предлагается исключить обязательность хозяйственных обществ иметь печать и тем самым ускорить запуск нового бизнеса. При этом не исключается право хозяйственных обществ продолжать использовать печать для удостоверения документов, если они видят в этом необходимость. Корреспондирующие изменения вносятся и в ряд специальных нормативных актов, где в числе требований к предъявляемым компаниям документам содержалось безальтернативное требование об удостоверении документа печатью. Таким образом, закон прошёл все согласования, внесён в Государственную Думу в установленном порядке, прошёл одобрение комитета. Прошу вас поддержать законопроект в первом чтении. Спасибо. Присаживайтесь. Со докладом выступает Сергей Викторович Чиньяскин. С места включите микрофон. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, комитет по вопросам собственности в целом поддерживает концепцию законопроекта. По мнению комитета, законопроект будет способствовать приближению экономики России к мировым стандартам ведения бизнеса, а также приведёт к некоторым сокращению затрат времени и денежных средств при создании новых хозяйственных обществ. Это должно положительно отразиться на положении нашей страны в рейтинге легкости ведения бизнеса и, в свою очередь, будет способствовать созданию позитивного инвестиционного имиджа государства. Необходимость постепенного отказа от использования печати в деловом обороте обуславливается в том числе и мировой практикой. Поскольку в настоящее время единственными странами в СНГ и Европе, законодательство требует обязательное наличие печатей, остаются Россия и Азербайджан. Кроме того, при современном развитии техники наличие отиска печати на документе само по себе не гарантирует подлинности документа. Использование печати в настоящее время – это, скорее всего, дань многолетней традиции ведения экономической деятельности в нашей стране, нежели надёжный способ защиты документа от подделок. Следует отметить, что законопроект не направлен на запрет круглой печати как инструмента бумажного документа оборота вообще, а лишь создаёт предпосылки до постепенного отказа от круглой печати в пользу современных способов идентификации. При отмене обязанностей хозяйственного общества иметь печать, право иметь и использовать круглую печать сохраняется. Вместе с тем, ко второму чтению законопроекта следует учесть замечания, изложенные в заключении Комитета и правового управления аппарата Государственной Думы. Комитет по вопросам собственности рекомендуют Государственной Думе принять данный законопроект в первом чтении. Фракция Единой России тоже так же рассматривала данный законопроект и поддерживает принятие его в первом чтении. Спасибо, Сергей Викторович. Есть и вопросы, коллеги. Есть включите режим записи на вопрос. Покажите список. Тарнавский Александр Георгиевич. Спасибо, Иван Иванович. Вопрос к докладчику. Уважаемый Николай Радьевич, в пояснительной записке, да и сейчас выступление вы говорите, что печать это анахронизм, от которой нужно отказаться. Надо обращать внимание, как бы написано в пояснительной записке, на подпись руководителя юридического лица, например, руководителя, генерального директора. Можно ли пояснить, если печать это плохо, а как определить или где найти контрагенту подпись руководителя юридического лица? Спасибо. Спасибо за вопрос. Мы не говорим, что печать это плохо, мы говорим, что каждый будет решать теперь сам, хорошо это или плохо. Что касается того, где найти подпись руководителя, ну, соответственно, либо руководитель расписывается собственноручно, либо есть электронные методы подтверждения, это электронно-цифровая подпись, соответственно, ее внедрение тоже как бы сдерживается обязательностью наличия печати. Спасибо. Андрей Дмитриевич Крутов. Спасибо, Иван Иванович. У меня вопрос представителю правительства. Уважаемый Николай Радьевич, как по-вашему отмена обязательности печати не повлечет ли к возрастанию риска каких-то злоупотреблений, мошеннических действий, особенно в системе взаимодействия юридических лиц с нашими простыми гражданами? Вот если тоже юрлицо решит для себя, что печать для него не обязательно, а потом его потребитель, покупатель не сможет доказать подлинность документов, которыми оформлено их взаимодействие с этим хозяйственным обществом. Спасибо. Спасибо. Андрей Дмитриевич, но опять же, это обязательность только отменяется. Значит, такая практика уже у нас существует. Индивидуальные предприниматели совершенно спокойно уже достаточно долгое время работают без того, чтобы иметь печать. А риски, о которых Вы указали, ну, в принципе, присутствуют и при наличии обязательности печати, просто потому что печать достаточно легко подделывается. Это уже очевидный совершенно факт. И новые электронные степени защиты документа оборота, они гораздо эффективнее. Спасибо. Вопросы все, если желающие выступить. Александр Георгиевич Тарнавский, больше нет желающих. Включите микрофон депутата Тарнавскому. Спасибо, Иван Иванович. Конечно, двигаться за всем, что современно и в тренде, это важно, и в этом плане можно правительство понять. И в этой связи фракция «Справедливая Россия» готова поддержать концепцию настоящего законопроекта. Но нельзя при этом не сказать о следующем. Вообще вопрос печати, вот кто занимался бизнесом, это вопрос о прежде всего защищенности того или иного документа. Да, действительно, печати могут подделать, но в альтернативу, что предлагается, электронная подпись, это тема будущего пока не работает. Предположение изучать подлинность подписи контрагента генерального директора Юлица, которой нет наличия и нельзя изучить, это выстрел в никуда. И если обратиться к практике ведения бизнеса, то речь идет о том, что сегодня, особенно в регионах, те, кто не занимается внешнеторговыми контрактами, наличие печати – это действительно серьезный документ, который говорит о том, что есть определенная защищенность подписи или состояния контрагента при заключении того или иного контракта. Хотим мы или не хотим, но это есть на самом деле. Поэтому прежде чем от чего-то отказываться, надо выстроить некую альтернативу. Пока же этой альтернативы мы не видим. Да, это может быть и анахронизм с точки зрения западных методов ведения бизнеса, но смею утверждать, во многих случаях печать – это, еще раз говорю, сегодня это дополнительная защищенность того или иного юридического документа, который подписывается. Особенно в заключении, не могу не подчеркнуть, причину принимаемого документа, на которое правительство ссылается в пояснительной записке. Реализация данного предложения позволит сократить, обращая внимание, издержки предпринимателей на изготовление круглых печатей, смею утверждать, они крайне невелики, что также должно отразиться позитивно на позиции Российской Федерации в разделе регистрации предприятий, рейтинга, видения бизнеса, ежегодно составляемого Всемирным банком. Ну, очень здорово, что правительство хочет подняться в рейтинге, но в итоге, по факту, получается так, что в значительной мере это произойдет за счет не усиления, а ослабления защищенности многочисленных юридических документов, контрактов, которые в настоящее время подписываются предпринимателями. И речь идет о внутренних контрактах, внешнеторговых. Предложил бы авторам документа об этом подумать. Кстати говоря, об этом говорится и в заключении профильного комитета. Повторюсь, фракция «Справедливая Россия» поддерживает этот законопроект, но тяжелый осадок от него все-таки имеет место. Спасибо. Спасибо. Александр Николаевич Абалаков. Я хотел спросить, поможет ли законопроект предпринимателям, как говорится в пояснительной записке. Вообще, я смею утверждать, что практически никак, потому что печать, изготовление, неизготовление. И вместо того, чтобы действительно заняться такими реальными, настоящими проблемами предпринимателей, мы пытаемся изменить цвет. Есть печать, нет печати. У нас нет доступа к кредитам дешевым, нет проектного финансирования, рост бешеной скачки валюты, неуверенность в будущем, а мы занимаемся печатями. Наша фракция не будет голосовать за этот законопроект, ввиду того, что он никак не влияет на улучшение предпринимателей. Спасибо. Спасибо. Выносим на час голосования. 44-й. Проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон об оценочной деятельности в Российской Федерации. Николай Ирадевич Подгузов, заместитель министра экономического развития. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые депутаты Государственной Думы, вашему вниманию представляется проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон об оценочной деятельности в Российской Федерации. Разработка законопроекта предусмотрена пунктом 14 плана мероприятий совершенствования оценочной деятельности в Российской Федерации. Законопроектом предусмотрены нормы, направленные на совершенствование проведения экспертизы отчетов об оценке саморегулируемыми организациями оценщиков. Предлагается уточнить область применения экспертизы отчетов об оценке, видов проводимых экспертиз, а также повышения информационной открытости в данной сфере. Уточняется понятие экспертизы отчета об оценке. В настоящее время законом об оценке предусмотрены два вида экспертизы. На соответствие требованиям законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности и стандартов и правил оценочной деятельности, а также на подтверждение стоимости. Действующим законодательством обязательное проведение экспертизы предусмотрено в отношении отчетов об определении кадастровой стоимости, отчетов об оценке для цели оспаривания кадастровой стоимости, при выкупе акций открытых акционерных обществ, определении цены размещения акций, при банкротстве открытых акционерных обществ и унитарных предприятий. При этом не установлено, какая именно должна проводиться экспертиза, и фактически проводится нормативно-методическая экспертиза без подтверждения стоимости. Опыт проведения экспертизы показал необходимость проведения одного вида экспертизы и на соответствие установленным требованиям, и на подтверждение стоимости, что предусмотрено данным законопроектом. Предусматривается, что особенности проведения экспертизы отчетов об определении отдельных видов стоимости устанавливаются полномочным органам. Указанное связано с тем, что методологические основы определения различных видов стоимости отличаются друг от друга. Например, при определении кадастровой стоимости используются методы массовой оценки, при определении рыночной стоимости – индивидуальные. Также законопроектом предусмотрено установление максимальной цены за проведение экспертизы отчетов об оценке для цели оспаривания кадастровой стоимости объектов недвижимости, принадлежащих физическим лицам и предназначенных для проживания, садоводства и огородничества. Данные положения призваны защитить интересы граждан. При оспаривании кадастровой стоимости в ряде случаев, помимо отчета об оценке, требуется еще подготовка экспертного заключения на него. Плата за проведение экспертизы часто превышает плату за проведение оценки. При этом при заключении договора на проведение оценки гражданин может выбрать оценщика. Получить же экспертизу он может только в той СРО, членом которой является оценщик, и должен заплатить столько, сколько установлено этой СРО оценщиков. Устанавливается также законопроектом обязанность СРО оценщиков раскрывать на официальных сайтах информацию о цене, порядке проведения экспертизы отчетов и о ее результатах. Указанное обусловлено тем, что информация о проведении экспертизы не всегда раскрывается в достаточном для потребителей объеме. При этом механизм определения цены проведения экспертизы не всегда является открытым и прозрачным. Увеличивается также максимальный срок проведения экспертизы отчета в определении кадастровой стоимости с 30 до 45 рабочих дней. Принимая во внимание особую социальную и экономическую значимость повышения качества проведения экспертизы отчетов об оценке, в том числе в связи с введением налога на недвижимость физических лиц, прошу поддержать депутатов данный законопроект. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, Николай Радио достаточно подробно доложил содержание и мотивы, которыми руководствовалось правительство при подготовке данного законопроекта. Поэтому я не буду повторяться. Комитетом поддерживается концепция данного законопроекта, однако имеются и замечания, которые необходимо учесть при доработке проекта ко второму чтению. Они изложены в заключении комитета, обозначу основные, наверное. Например, необходимо снять некоторые противоречия пунктов, как внутри документа, так и противоречия с другими нормативно-правовыми актами. Прежде всего, в процессе подготовки законопроекта ко второму чтению необходимо уточнить само определение экспертизы отчетов. По тексту законопроекта имеется разночтение по этому вопросу. Является ли экспертиза отчета лишь действиями эксперта, группой экспертов в целях проверки отчета на соответствии требованиям законодательства и в целях подтверждения стоимости объекта оценки? То есть исследование работы без повторной оценки объекта. Но в любом случае с ними напрямую связан вопрос, насколько обоснованы предложения законопроекта о введении регулирования цен в сфере оценочной деятельности и их методов. С одной стороны, осуществление экспертизы отчетов – это функция саморегулируемой организации оценщиков, и она должна носить безвозмездный характер. Предложенный в проекте федерального закона подход к экспертизе отчетов противоречит сложившейся практике в области обязательной экспертизы в соответствии с федеральным законом о несостоятельности банкротства и федеральным законом о акционерных обществах. В законопроекте эти вопросы проработаны недостаточно. С другой стороны, предложенный в проекте федерального закона вид экспертизы является трудоемкой работой квалифицированного специалиста, эксперта саморегулируемой организации. И по смыслу гражданского законодательства Российской Федерации не может выполняться на безвозмездной основе. Необходимо также продумать, как защитить интересы граждан, особенно в случае предложения по установлению максимальной цены платы за проведение экспертизы, отчетов об оценке для цели оспаривания кадастровой стоимости объектов недвижимости, принадлежащих физическим лицам и предназначенных для проживания, садоводства и огородничества. То есть часто это малообеспеченные, незащищенные слои населения. Вот примерно те вопросы, которые нам придется активно поработать совместно с Министерством экономического развития по тексту законопроекта в процессе подготовки к рассмотрению во втором чтении. Комитет просит принять данные законопроекта в первом чтении. Фракция «Единая Россия» также поддерживает принятие этого закона. Спасибо. Спасибо. Есть ли вопросы? Прошу записаться, включите режим. Покажите список. Андрей Дмитриевич Крутов. Спасибо, Сергей Евгеньевич. У меня вопрос к представителю правительства. Уважаемый Николай Радьевич, этим законопроектом предполагается, что порядок экспертизы отчетов об оценке, в том числе и кадастровой стоимости, они будут, по сути, определяться вашим министерством. И поскольку вопросы кадастровой оценки, они волнуют всех, и граждан, и предприятия, и органы местной власти, прежде всего с точки зрения налогообложения, то хотелось бы понимать позицию министерства, как министерство видит экспертизу этих законопроектов, подготовлен ли проект соответствующего нормативного акта и какие основные у него положения. Спасибо за вопрос. Проект соответствующего нормативного подзаконного акта пока не разработан. Мы хотим сначала принять законопроект во всех чтениях, а затем, в общем-то, с учетом и депутатов, и сообщества, разработать соответствующий законопроект, нормативный акт для того, чтобы он максимально учитывал все высказанные замечания, в том числе. Спасибо. Александр Георгиевич Тарнавский. Спасибо, Сергей Евгеньевич. У меня вопрос к докладчику, представителю комитета. Уважаемый Сергей Викторович, при обсуждении этого законопроекта на комитете не обсуждались ли такие вопросы как-то во взаимоотношениях между оценщиком и его СРО? Вопросы выбора метода оценки, ну, например, во многих сферах, в сферах оценки бизнеса есть метод доходный, затратный, сравнительный, они разные, по-разному рассчитываются, и у оценщика есть люфт возможностей, какой метод выбрать, от этого будет и сумма оценки выглядеть различным образом. И второе, вопрос о взаимоотношениях между, ну, например, если берем коммерческую недвижимость, вот как мы сейчас видим, рыночная стоимость в Москве растет, а правительство Москвы утверждает повышенную стоимость кадастровой оценки, от чего растут и налоги на недвижимость. Этот вопрос затрагивался ли на комитете при обсуждении или нет? Спасибо. Сергей Викторович Чиндязкин, пожалуйста. Я коротко отвечу тогда так по порядку тоже. По первой части вашего вопроса. То есть это обсуждалось, нормативы разрабатываются, согласовываются с Министерством экономического развития. А второе… В Москве завышено. В Москве, да, но это только автоматировал. Это, ну, обсуждались, да, эти моменты тоже рассматривались, примеры приводились, но это будет рассматриваться ко второму чтению. Спасибо. Владимир Николаевич Федоткин. Николай Радьевич, к вам вопрос. Вот я в этом зале оглашал одно обращение, которое было ко мне из нашей области. Две соседние деревни провели кадастровую оценку. Разница между землями совершенно одинакового содержания была от 8 до 15 раз. Соответственно, и налогообложение отличалось во столько же раз. Пришлось смешиваться мне, пришлось в итоге даже до суда дело довести, чтобы доказать, что это абсурд. Оказалось, всё просто. В одной из деревень решили построить коттеджи-посёлок, наши местные олигархи. И из-за этого такая 8-15 раз разница в оценке соседних земель. Есть какие-то объективные критерии, по которым можно оценить? Честность, наверное, не оценишь оценщика, да? Ну, хотя бы объективность их оценки. Не могут совершенно разные земли отличаться в 15 раз по стоимости. Какие-то рычаги есть воздействия на это? Владимир Николаевич, спасибо за вопрос. На самом деле к тематике данного законопроекта он не очень относится. С точки зрения вот такой ситуации с различным подходом, да, ну, это субъект на самом деле эту оценку заказывает и её осуществляет. Это, наверное, вопрос в большей степени к субъекту. С другой стороны, переход на единую оценку, в общем-то, в том числе и повышает ответственность оценщиков при её осуществлении. И мы надеемся, что косвенно будет этот вопрос лучше отрегулирован. Спасибо. Все вопросы заданы. Уважаемые коллеги, время 16 часов 34 минуты. Нам осталось сегодня рассмотреть всего лишь 28 вопросов в повестке. Есть ли желающие выступить по законопроекту? Нет. Выносим на час голосование. Спасибо. 46 вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты России в части недопущения незаконного производства или оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосожжающей продукции. Владислав Викторович Спирин, статус-секретарь, заместитель руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка. Владислав Викторович Спирин, статус-секретарь. В правительстве был утвержден комплекс мер по повышению эффективности регулирования алкогольного рынка. В развитии комплексных мер было принято ряд законов. Был введен авансовый платеж акции за приобретение спирта, усилен лицензионный контроль, пиво было включено в перечень алкогольной продукции. В полтора-три раза увеличились санкции по статьям УКОАП, предусматривающих отвезы про внушение в сфере производства оборота этилового спирта, алкогольной и спирта продукции. Рынок стал легализоваться. Если в 2011 году учтенное производство водки составляло 86 млн. дал, то в 2012 году это уже 120 млн. дал. При увеличении ставки на 20% поступления от крепкой алкогольной продукции в 2012 году выросли на 44%. То есть рост был выше ожидаемой вследствие легализации рынка, более чем в 2 раза. Рост нелегального рынка напрямую зависит от цены на водку, которая последние 5 лет в 4 раза изменялась. И все это пропорционально ставки акциза. В 2013 году после увеличения ставки акциза на 33% с 300 рублей до 400 рублей пошла обратная тенденция. Производство водки упало до 87 млн. дал. В 2014 году при очередном росте ставок акциза на крепкий алкоголь на 25% рост поступления от акциз составил только 8%. В связи с чем сейчас снова особенно остро стоят вопросы противодействия легальному обороту алкогольной продукции. Меры для его сокращения следует принимать в первую очередь. В этой связи важно, что удалось заморозить рост ставки акцизов на 2015-2016 год на уровне ставки 2014 года в районе 500 рублей за литр безводного спирта и небольшое повышение в 2017 году. В ноябре 2014 года образована правительственная комиссия по повышению конкурентоспособности по регулированию алкогольного рынка. Планом комиссии предусматриваются принятые ряды законопроектов, направленных на стабилизацию ситуации на алкогольном рынке. Это прежде всего распространение ГАИС на оптовую и розничную продажу алкогольной продукции, обязательное изъятие оборудования и транспортных средств, используемых для легальных производств оборота этилового спирта и алкогольной продукции, ограничение перемещения физическими лицами на территорию Российской Федерации с территории государств и членов таможенного союза алкогольной продукции для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью, увеличение ответственности на розничную продажу физическими лицами в алкогольной продукции, введение запрета производства спецослежащих лекарственных средств и медицинских изделий из этилового спирта, не являющегося медицинским спиртом, введение лицензирования производства оборота пивных напитков, другие меры. С учетом сказанного выше представляется проект федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части недопущения законного производства оборота этилового спирта и алкогольной спиртной продукции. Законопроектом предлагается внесение изменений в федеральный закон номер 171 ФЗ, предусматривающих обязательное изъятие, вывоз и хранение в нем места изъятия до решения суда этилового спирта, алкогольной и спиртослежащей продукции, сырья, полуфабрикатов, оборудования и транспортных средств, используемых при незаконном производстве и обороте этилового спирта, алкогольной и спиртослежащей продукции. По решению суда этиловый спирт, алкогольная и спиртослежащая продукция подлежат уничтожению. Основное технологическое оборудование утилизации, транспортные средства реализации. В настоящее время указанное имущество остается в месте его изъятия и передается на ответственное хранение его владельцу, что позволяет его использовать для негального производства оборота. Принятие законопроекта направлено на исключение такой возможности. Законопроекта также предлагается внести корреспондирующие изменения в Уголовно-профессуальный кодекс РФ и Кодекс РФ административных правонарушений. В федеральном законе о федеральном бюджете на 2015 и планы год 2016 и 2017 года предусмотрено дополнительное выделение средств на реализацию законопроекта в размере 367 миллионов рублей ежегодно. Прошу поддержать законопроект. Спасибо, присаживайтесь. Виктор Левикович Загильский. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, действительно, за последнее время это один из самых важных законопроектов алкогольной отрасли, который, как нам кажется, будет иметь существенное значение и меры будут наиболее действенными с точки зрения пресечения нелегального оборота. Владислав Викторович нарисовал достаточно мрачную картину по количеству контрафактной продукции, которая сегодня производится в России, но она всё-таки, на мой взгляд, даже занижена, потому что Росковое регулирование апеллирует всё-таки снижением легального оборота, и за счёт этого считает нелегальный оборот, количество криминальных заводов и оптовых предприятий и розничных точек всё-таки гораздо больше. Количество нелегального алкоголя оценивается в среднем сегодня цифру, которая далеко зашкаливает за 50%. Очень важно, что в данном законопроекте как раз подтверждается и законодательно закрепляется изъятие в случае незаконного использования оборота как самого технологического оборудования, так и сырья для производства. Основной новеллой данной инициативы является как раз возможность утилизации оборудования, которым производится контрафактная продукция и сопутствующих материалов. Нам кажется, что это очень действенная мера, которая поможет сегодня снизить количество подпольных организаций, которые выявляются Росковое регулирование, и Министерство внутренних дел всё больше. Однако из-за несовершенства законодательства основное технологическое оборудование, сырьё, полуфабрикаты, потребительская тара, этикетки, уборочные средства также остаются в месте производства ареста. А не имеющие лицензии организации продолжают использовать данные имущества для нелегального производства оборудования и алкогольной продукции. Как уже было сказано, в бюджете сегодня предусмотрена сумма на изъятие, а самую главную утилизацию в размере 360 миллионов рублей. Причём доходность бюджета после того, что предприятия будут уничтожены и продукция будет легализовываться, видится нам, по крайней мере, минимум в 4 раза больше. Учитывая изложенность, Комитет по экономической политике поддерживает проект федерального закона и рекомендует его принять в первом чтении. Спасибо. Спасибо. Есть ли вопросы, коллеги? Нет. Кто хотел бы выступить? Вопрос? Прошу записаться на вопросы. Вопросы всё-таки есть. Включите режим. Покажите список. Покажите, пожалуйста, список. Нет, никто не записался. Кто хотел бы выступить? Нет. Выносим на час голосование. Спасибо. Спасибо. 48-й вопрос. Нет. 47-й, простите. 47-й вопрос. Повестки проекта федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о внесении изменений в федеральный закон об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации. Виктор Фридыфович Звагельский, пожалуйста. Спасибо. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги. Вашему вниманию для осмотрения в первом чтении предлагается проект федерального закона об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации. Законопроект предусматривает пролонгацию действующего порядка финансирования из федерального бюджета расходов на обеспечение деятельности уполномоченного при президентстве Российской Федерации по защите прав предпринимателей в рамках ассигнований, выделяемых общественной палаты. Данный порядок предполагалось изменить с 1 января 2015 года, выделив расходы федерального бюджета на обеспечение деятельности уполномоченного отдельной строкой. Однако в соответствии с федеральным законом от 1 декабря 2014 года расходы на финансирование и обеспечение деятельности уполномоченного вновь включены в бюджетное ассигнование, выделяемое общественной палате, как получателю бюджетных средств в рамках обеспечения деятельности отдельных федеральных государственных органов. В этой связи законопроектам предлагается признать утратившую силу статью 12 федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о полномоченной по защите прав предпринимателей. На самом деле законопроект исключительно технический. В тех двух законопроектах, которые мы принимали с вами ровно год назад, во втором законопроекте, который касался изменений в отдельные законодательные акты, данная статья просто ошибочно была забыта и не включена. Мы просто восстанавливаем вот эту ошибку. В связи с изложенным, Комитет по экономической политике поддерживает проект федерального закона и рекомендует принять его в первом чтении. Спасибо. Еще раз последнюю фразу произнесите. Учитывая изложенное, Комитет по экономической политике поддерживает проект федерального закона. Спасибо. Есть ли вопросы, коллеги? Есть. Прошу записаться. Включите режим. Покажите список. Александр Николаевич Ширин. Виктор Фридорович, у меня вопрос. Это пролонгация навсегда теперь или на какой-то промежуток времени? Спасибо. Александр Николаевич, это вообще пролонгация будет… Мы ее планируем сделать на один год, потому что потом финансирование как самого уполномоченного, так и его аппарата должно перейти в администрацию президента, пока это просто функция общественной палаты. Временно. Поэтому мы это пролонгируемся с тем, что не успели. Спасибо. Спасибо. Кто хотел бы выступить? Нет. Выносим на час голосование. 48-й вопрос. Повестки. Проект федерального закона внести мнение в некоторые законодательные акты России в связи с принятием российского законодательства в сфере торговли, производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Глеб Яковлевич Хор. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, данным законопроектом предлагается увеличить переходный период по двум видам деятельности для территории Крыма и города Севастополя. Первый в деятельности – это по закону о деятельности сельскохозяйственных рынков, и второй – это по обороту и производству огольной продукции. По сельскохозяйственным рынкам предлагается сделать переходный период 2020 года – 2020 года, а по обороту и производству огольной продукции – до 1 января 2016 года. Законопроекты вынуждены, так что спасибо, прошу поддержать. Спасибо. Виктор Фридихович Звагильский. Спасибо. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги. Комитет концептуально поддерживает данные законопроекта и отмечает, что данные предложения являются абсолютно необходимой мерой, и представляемой Республике Крым и городу федерального значения Севастополя переходный период позволит органам власти привести свою правоприменительную практику в сфере организации розничных рынков, торговой деятельности, а также производства оборота алкогольной продукции в полное соответствие с требованиями российского законодательства. Что касается предложений по изменению, то комитет рекомендует внести данные изменения ко второму чтению в части аренды технологического оборота, находящегося в составе единого имущественного комплекса. А также данные изменения должны касаться продления только на год переходного периода вступления в силу отдельных положений 171-го федерального закона, в части предоставления документов для лицензирования деятельности по производству оборота этилового спирта и спирта, содержащей продукции, до 1 января 2016 года. Учитывая изложенное, Комитет по экономической политике поддерживает проект федерального закона и рекомендует его принять в первом чтении. Спасибо. Спасибо. Есть ли вопросы? Нет. Желающие выступить? Нет. Выносим на час голосование. Пятидесятый вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 1 федерального закона об общем числе мировых судей и количестве судебных участков субъектов Российской Федерации. Владимир Александрович Поневежский. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, в соответствии с федеральным конституционным законом от 21 марта 2014 года принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образование состава Российской Федерации новых субъектов Республики Крым и города федерального значения Севастополя, в течение переходного периода Республика Крым и города федерального значения Севастополя интегрируется правовая система Российской Федерации и систему органов государственной власти Российской Федерации, а на их территории, в соответствии с законодательством Российской Федерации о судебной системе, создаются суды Российской Федерации. При этом необходимо отметить, что судебная система Украины, в которую входили суды Крыма, строится по принципам, существенно отличающимся от принципов построения судебной системы Российской Федерации, что в свою очередь потребовало значительного изменения принципов построения и отправления правосудия в новых субъектов. И кроме назначения судей федеральных судов и создания органов судейского сообщества, еще и полностью с нуля, так сказать, создания системы мировых судов, которые украинским законодательствам не предусмотрены вообще. Вместе с тем, Институт мировой юстиции является неотъемлемой частью российской судебной системы, обеспечивающей нашим гражданам надежную судебную защиту в связи с их близостью к населению, значительно облегчающей доступ к правосудию. Мировые судьи несут на себя серьезную нагрузку по разрешению мелких конфликтов, возникающих в обществе, и время показывает, что они органично вписываются в судебную систему, призванную решать все новые задачи в условиях экономического и политического развития России. В связи с этим в настоящее время в новых субъектах полным ходом идет формирование системы мировых судей. Приняты законы, регламентирующие деятельность мировых судей в Республике Крым и городе Севастополь. И сегодня мы рассматриваем проект федерального закона, внесенный законодательным собранием города Севастополя, которым предлагается установить число мировых судей и соответствующее ему количество судебных участков в городе Севастополе в количестве 21 единицы. Авторы закона проекта отмечают, что установление в городе именно такого количества мировых судей позволит в дальнейшем обеспечивать надлежащее функционирование судебных участков, непрерывное осуществление судебного процесса и в конечном итоге реализацию права граждан на судебную защиту. Согласно пояснительной записке законопроектной численности населения в городе федерального значения Севастополя на 1 января 2014 года по данным Главного управления тостистики города федерального значения Севастополь составило 385 998 человек. При этом почти все районы города имеют большую площадь территории и значительное расстояние между населенными пунктами. Предлагаемое в законопроекте число мировых судей определено в соответствии с пунктом 4 закона о мировых судях Российской Федерации, согласно которому судебные участки создаются из расчета численности населения на данном участке от 15 до 23 тысяч человек. В соответствии с указанным федеральным законом границы судебных участков находятся в пределах границ административно-территориальных образований. Таким образом, в дальнейшем за счет перераспределения судебных участков при учете максимально возможного количества населения на одном судебном участке данный субъект Российской Федерации сможет регулировать нагрузку на мировых судей. При этом учитывается положение закона возможности, если служебная нагрузка на мирового судью превышает среднюю нагрузку на мирового судью по судебному району, председателю районного суда перераспределять эту нагрузку. Исходя из изложенного, для города Севастополя представляет целесообразное установление количества судебных участков 21 единица. Верховный суд Российской Федерации поддерживает данный законопроект, правительство Российской Федерации поддерживает. По мнению правового управления Государственной Думы, закон необходимо принять в первом чтении. На основании изложенного предлагаю поддержать законопроект в первом чтении. Уважаемые коллеги. Спасибо. Есть ли вопросы? Нет. Желающие выступить? Нет. Выносим на час голосования. 51 вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты России в части обеспечения достоверности сведений, представляемых при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Рафаэль Мерхотимович Марданшин. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, проект федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения достоверности сведений, представляемых при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предлагает внести изменения в ряд законодательных актов. Предлагаемые изменения направлены на обеспечение достоверности единого государственного реестра юридических лиц, в том числе предотвращение создания и деятельности юридических лиц, созданных для недобросовестной деятельности, путем использования подставных физических лиц и представления иной недостоверной информации в регистрирующий орган. Законопроект направлен как на создание процедурных препятствий для использования недостоверных сведений и подставных лиц при государственной регистрации, так и на обеспечение достоверными сведениями из Единого государственного реестра юридических лиц добросовестных участников гражданского оборота. Так, предлагается ввести ограничения на участие в создании юридических лиц на определенный срок для физических лиц, ранее задействованных в создании и деятельности юридических лиц с признаками эффективной деятельности, нарушавших законодательство Российской Федерации. Изменения в законодательстве о государственной регистрации юридических лиц, предусмотренные проектом, также направлены на исключение злоупотребления процедурами регистрации при ликвидации юридического лица, в том числе в целях уклонения от исполнения обязательств перед третьими лицами. Также изменения направлены на более эффективное противодействие созданию юридических лиц по фиктивным адресам и использование механизма регистрации изменений местонахождения юридического лица для уклонения от исполнения гражданско-правовых и публичных обязательств. Законопроектам предлагается предъявить дополнительные требования таким адресам, а также установить специальный порядок изменения сведений о месте нахождения юридического лица. Ряд изменений, в том числе юридико-технического плана, предлагается внести в Уголовный кодекс РФ и Кодекс РФ об административных правонарушениях. Так, изменения в КОАП предлагают уточнение понятия должностного лица в целях безусловного отнесения к субъектам правонарушения учредителей юридического лица, являющихся заявителями при государственной регистрации юридических лиц. Одновременно предлагается криминализировать деяния в виде представления заведомо ложных сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, внеся соответствующие изменения в статью 170.1 Уголовного кодекса РФ. Уровень общественной опасности действий, направленных на подлог, сведений, вносимых в Единый федеральный информационный ресурс, содержащий юридически значимые данные для неопределенного круга лиц, не может являться более низким, чем за подделку использования индивидуальных материализованных документов. Кроме того, предлагается внести изменения в статью 173.1 и 173.2 Уголовного кодекса РФ. Данные изменения направлены на уточнение термина «подставные лица» в целях распространения его на лиц, представляющих заплату согласия на регистрацию юридических лиц на их има, а также обеспечение возможности привлечения к ответственности всех лиц, причастных к внесению в Единый государственный реестр юридических лиц сведений от «подставных лиц». Вместе с тем, комитет отмечает недостаточную обоснованность и конкретизацию некоторых положений данного законопроекта. Так, предлагаемое изменение в статье 11 Федерального закона о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в части получения регистрирующим органам подтвержденной информации о недостоверности содержащих в Едином государственном реестре юридических лиц сведений о юридическом лице не содержит положения о порядке определения и подтверждения таких сведений. Комитет по гражданскому уголовному, арбитражному и просоциальному законодательству поддерживает предлагаемые изменения, так как принятие законопроекта будет иметь благоприятные социально-экономические последствия, как с точки зрения повышения удобства для исполнительных государственных услуг, уровня безопасности деятельности законопослушных предпринимателей, так и с позиции снижения уровня теневого оборота в российской экономике, в связи с чем рекомендуют принять данный законопроект в первом чтении. Спасибо. Есть ли вопросы, коллеги? Нет. Есть ли желающие выступить? Нет. Выносим на час голосования. 52-й. Проект федерального закона о внесении изменений в статье 30.31 Уголовного потенциального кодекса России. Владимир Николаевич Плигин, пожалуйста. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, подсудные в соответствии со статьей 31 УПК Российской Федерации областному суду уголовные дела о преступлениях, предусмотренных частью 4 статьи 131, частью 4 статьи 132 Уголовного кодекса, в том числе подсудные на основании примечания к статье 131 Уголовные дела о деяниях, хотя и не подпадающих под признаки статьи 131 и, соответственно, 135-й, совершенные в отношении лиц, не достигших 12-летнего возраста, не относятся к категориям особо сложных, подчеркиваю, особо сложных. Санкции части 4.131 и санкции части 4.132 статьи не предусматривают в качестве наиболее строгого вида наказания пожизненное лишение свободы или смертную казнь. Федеральным законом от 28 декабря 2013 года дела о таких преступлениях были исключены из подсудности суда присяжных, однако вопрос об отнесении их в этой связи к подсудности районного суда остался нерешенным. В ходе рассмотрения указанной категории дел областными судами неизбежно возникают проблемы организационного характера, обусловленные значительным размером территории Российской Федерации. Таким образом увеличиваются сроки рассмотрения дел процессуального принятия решений, растут процессуальные расходы. Поэтому мы предлагаем передать данные дела на рассмотрение районным судам. Очень подробно есть пояснительная записка к законопроекту, которая сможет дать ответ на многие вопросы. Спасибо. Виктор Витальевич Пинский. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, Владимир Николаевич довольно подробно изложил суть проекта. Хотелось бы сказать, что сейчас эти преступления у нас отнесены к подсудности суда субъекта Федерации. Речь идёт о частях 4 статьи 131 и 132. Мы предлагаем их отнести, вернее, проект предлагает их отнести к подсудности районного суда, сохранив при этом за обвиняемым право ходатайствовать рассмотрение дела коллеги из трёх судей суда субъекта. Таким образом, такие дела по умолчанию у нас будут рассматривать судьи районных судов, ну а в случае наличия ходатайства обвиняемого коллеги из трёх судей суда субъекта. Концепция проекта поддерживается комитетом, она соответствует тем принципам распределения подсудности дел, которые мы заложили в последнее время, чтобы повысить роль районных судов, как судов первой инстанции, которые наиболее приближены к населению. Именно это звено судебной системы должно у нас обеспечивать максимальный доступ к правосудию и оперативное рассмотрение уголовных дел. Кроме того, мы понимаем, что рассмотрение дела в областном суде с учётом большой территории нашей страны часто ставят дополнительные сложности. К сожалению, приходится констатировать, что пока число таких преступлений не снижается, а растёт. Поэтому необходимо совершенствование судебной процедуры рассмотрения подобных дел, придание большей оперативности и эффективности. Отзывы на данный проект положительные, комитет рекомендует принимать его в первом чтении. Спасибо. Спасибо. Коллеги, есть ли вопросы? Нет. Желающие выступить? Нет. Выносим на час голосование. Есть. Елена Борисовна Мизурина, пожалуйста. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые депутаты. Очень сложно голосовать за этот законопроект, потому что на самом деле он есть определённый отказ от надлежащего уровня защиты, а значит рассмотрения дел, связанных с сексуальными преступлениями против малолетних. Я хочу обратить внимание, что часть 4 статей 131 и 132 предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы. По-моему, от 12 до 20. Исторически, что в советское время, что до сегодняшнего дня, эти дела рассматривались только областными и приравненными им судами, потому что это самая сложная категория дел. Здесь в качестве потерпевшего идёт малолетний. Здесь есть определённая специализация. В советское время в областных судах существовали специальные судьи, которые годами нарабатывали эту практику. Районный судья и районный суд такой практики и такого опыта сегодня не имеют. Поэтому, фактически, передавая на районный уровень единолично судье рассмотрение сложнейших дел, связанных с сексуальными преступлениями против малолетних, недостигших 14 лет, насильственных причём, мы не только отказываемся от того, что мы два года назад голосовали, но мы создаём очень серьёзные проблемы в правоприменительной практике и снижаем уровень профилактики борьбы с этими преступлениями. Я понимаю, чем руководствовались коллеги. Это рациональный момент, связанный не с интересами детей, а связанный с организацией судебной системы. Потому что при распространении апелляционного производства на все судебные инстанции, апелляционной инстанцией по отношению к областным судам является Верховный суд. А что значит апелляционная инстанция? Это значит, Верховный суд должен будет по первой инстанции, то есть полностью повторяя судебное разбирательство и судебное следствие, если будет апелляционная жалоба, проводить такого рода рассмотрение. Да, может быть, это дорогостоящее, да, может быть, это и не очень эффективно с точки зрения организации судебной системы, но не результатов рассмотрения. Но здесь же другой есть выход. Почему не предложили его? Создание окружных судов. Их даже, кстати, создавать не надо. Когда объединили Высший арбитражный суд и Верховный суд, у нас же ведь есть сегодня окружные инстанции, которые федеральные окружные суды для рассмотрения дел арбитражных, почему не рассмотреть вопрос о том, чтобы уголовные дела, которые рассматриваются судами общей юрисдикции, тоже могли быть в апелляционном порядке рассматриваться вот этими окружными судами. То есть это не будет Верховный суд Российской Федерации, но это не будет и районный суд. Профессионализм судей областного суда, окружных судов, конечно, намного выше. Я обращаю внимание на эту опасность, она есть. И я думаю, если мы примем закон в том виде, как он есть, мы с вами существ, увидим через некоторое время, что мы сами ухудшили ситуацию, связанную не только с рассмотрением, но, самое главное, с профилактикой такого рода преступлений. И мне очень жаль, потому что выбран самый простой способ за счет детей решения проблемы апелляции в Верховном суде. Спасибо. Наша фракция не будет голосовать. Владимир Николаевич Плигин. Владимир Николаевич Плигин, пожалуйста. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемая коллегия. Несомненно, прежде всего я бы хотел в зале официально поздравить Елену Борисовну Мизулину с получением уникальной совершенно награды «Вера и верность» премии Андрея Первозванного за защиту детей. Поэтому к каждому слову, это уникальная награда, поэтому к каждому слову, которое говорит Елена Борисовна, нужно, несомненно, в этой области прислушиваться. Вместе с тем, Елена Борисовна предлагает перестройку системы уголовного судопроизводства и создание дополнительной системы окружных судов. Мне представляется, что это на настоящей стадии маловероятно и маловозможно. И самое главное, Елена Борисовна сказала об апелляционной инстанции суда. Апелляционной инстанцией в этом случае, инстанцией апелляционного пересмотра будет республиканский, краевой, областной и приравненный к ним суд. Далее это областные суды. И таким образом областной суд по наиболее сложным делам сохранит свою компетенцию. В другом случае он станет апелляционной инстанцией со всеми вытекающими отсюда процедурами. Следующий момент. Я должен сказать, что в настоящее время профилактическое воздействие на данную сферу, в данной сфере преступлений действительно увеличивается профилактическое воздействие. Это в частности проявляется в увеличении числа осужденных по данной статье. То есть таким образом уменьшается латентная преступность. И, конечно же, вот эта профилактика именно связана с надлежащей оперативной, следственной работой, в известной степени, но в значительно меньшей степени судебной работой. Поэтому районные суды, а в дальнейшем апелляционная инстанция, областные суды со всей дальнейшей процедурой обжалования позволят надлежащим образом защитить интересы и потерпевшей стороны, и подсудимых. Спасибо. Спасибо. Выносим на час голосования. Час голосования объявлен, коллеги. Но прежде чем приступить к голосованию, я вот пояснение в отношении того, что это за кубок. В свободное от основной работы время наши коллеги, команда бильярдистов Государственной Думы участвовала в очень престижном турнире. Причем коллеги делали это не ради собственного удовольствия, а для популяризации этого замечательного вида спорта. И наша команда победила, обыграв сборную правительства Российской Федерации, сборную артистов эстрады и кино. Я назову имена наших героев. Ильдар Иракович Гельбудинов, Марат Мансурович Бариев, Николай Михайлович Харитонов, Виктор Алексеевич Казаков, Дмитрий Оттович Хараля, Мамед Маграмович Аббасов и капитан команды Александр Дмитриевич Жуков. Давайте поздравим наших коллег. А теперь продолжим голосование. Второй вопрос повестки. Проект федерального закона о внесении изменений в часть 2 Налогового кодекса Российской Федерации. По мотивам выступает Андрей Дмитриевич Крутов. Микрофон. Спасибо, уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги. С учётом последних событий, которые происходят в экономике страны, сегодня наша основная задача – это не допустить потери рабочих мест, а ещё лучше их нарастить. И сектор малого и среднего предпринимательства, как никакой другой, подходит для этого процесса, поскольку создание рабочих мест в этом секторе в раз 100 дешевле, чем в крупном бизнесе. Чтобы сохранить рабочие места, нам необходимо масштабное снижение налогов. И правительственный вариант законопроекта, за который мы будем голосовать, он в лучшем случае коснётся 5-6 тысяч индивидуальных предпринимателей из 3,5 миллионов, которые зарегистрированы сейчас в России. Его, конечно, необходимо принять, но следом необходимо расширить список льготных категорий в редакции законопроекта, который внесён нашей фракции. То есть дать доступ к налоговым каникулам и индивидуальным предпринимателям, и юридическим лицам, и вновь зарегистрированным, и уже существующим. Только в этом случае мы сможем добиться эффекта, необходимого для экономики России. Спасибо. Спасибо. Ставлю законопроект на голосование. Включите режим. Покажите результат. Закон принят. Третий вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 8 федерального закона о национальной платёжной системе. Включите режим голосования. Покажите результат. Закон принят. Четвёртый проект федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты России. Включите режим голосования. Покажите результат. Закон принят. Пятый проект федерального закона о внесении изменений в статью 665 части 2 Гражданского кодекса России. Федеральный закон о финансовой аренде. Включите режим. Покажите результат. Закон принят. Шестой проект федерального закона о внесении изменений в статью 11 федерального закона о порядке выезда из России и въезда в Россию. Включите режим. Покажите результат. Закон принят. Седьмой проект федерального закона о внесении изменений в закон Российской Федерации о праве граждан России на свободу передвижения и выбор места пребывания жительства в пределах Российской Федерации. Включите режим. Покажите результат. Закон принят. Восьмой проект федерального закона о внесении изменений в статью 27 федерального закона о порядке выезда из России и въезда в Российскую Федерацию. Включите режим. Голосование. Покажите результат. Закон принят. Девятый проект федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты России. Включите режим. Голосование. Покажите результат. Закон принят. Десятый проект федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты России по вопросу усиления ответственности за совершение правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. Включите режим голосования. Покажите результат. Закон принят. Одиннадцатый проект федерального закона о внесении изменений в статью 151 Уголовного кодекса Российской Федерации. Включите режим голосования. Покажите результат. Закон принят. Двенадцатый проект федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты России в части усиления мер противодействия обороту контрафактной продукции и контрабандии алкогольной продукции и табачных изделий. Включите режим голосования. Покажите результат. Закон принят. Двенадцатый проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о наркотических средствах и психотропных веществах. Включите режим голосования. Покажите результат. Двенадцатый проект федерального закона о внесении изменений в статью 13 федерального закона об оружии, федеральный закон о физической культуре и спорте и признании утратившим силу отдельных положений законодательных актов России. Включите режим голосования. Покажите результат голосования. Закон принят. Двенадцатый проект федерального закона о внесении изменений в статью 47 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации. Включите режим. Покажите результат. Закон принят. Шестнадцатый проект федерального закона о внесении изменений в статью 13 и 14 Федерального закона об информации, информационных технологиях и о защите информации Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. По мотивам выступает Владимир Александрович Крупенников. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, фракция «Единая Россия» подчеркивает крайнюю актуальность данного законопроекта. Существующая в настоящее время ситуация стоит определенную угрозу безопасности, так как при размещении информации на серверах, находящихся в иностранной юрисдикции, возможны случаи уничтожения, блокирования, изменения информации на официальных сайтах. Это может повлечь за собой целый комплекс негативных последствий. В сложившейся политической ситуации такое положение дел является абсолютно неприемлемым. Поэтому вопросы обеспечения информационной безопасности приобретают приоритетное значение. С принятием законопроекта технические средства информационных систем, используемые государственными органами, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными унитарными предприятиями или государственными и муниципальными учреждениями, будут размещаться на территории Российской Федерации. Кроме того, правительство Российской Федерации наделяется полномочиями по учреждению всего комплекса требований государственным информационным системам. Это позволит обеспечить надлежащий уровень контроля в данной сфере. Фракция «Единая Россия» поддерживает принятие законопроекта в третьем чтении. Спасибо. Спасибо. Ставлю на голосование. Включите режим. Размер огромный. Почти 17-й редакции. Да. Покажите результат. Закон принят. 17-й вопрос. Ставлю на голосование в редакции Согласительной комиссии проекта федерального закона о внесении изменений в статью 121 Арбитражно-процессуального кодекса Российской Федерации. Включите режим голосования. Покажите результат. Закон принят. 18-й вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в закон Российской Федерации о статусе столицы Российской Федерации и федеральный закон о судебном департаменте при Верховном суде Российской Федерации. Второе чтение. Включите режим голосования. Покажите результат. Принято во втором чтении. Предлагалось проголосовать в третьем. По мотивам будут выступления? Нет. Ставлю на голосование. Включите режим голосования. Почему? Нет, может быть, и сейчас надо, чтобы девушки позвонили. Шувалу Юрия Евгеньевича и спросили. Покажите результат. Закон принят. Так, 19-й вопрос мы проголосовали. 20-й. Проект федерального закона о приостановлении действия пункта 1 статьи 3 Федерального закона о судебных приставах в части требования о необходимости иметь высшее юридическое или экономическое образование при назначении на должность. Включите режим голосования. Второе чтение. Спасибо. Если нет, то завтра можно будет сфотографироваться. Это с кубком надо, да? С кубком, да? Покажите результат. Принят во втором. Предлагалось в третьем. Уступление по мотивам? Нет. Ставлю на голосование в третьем чтении. Включите режим. Покажите результат. Закон принят. 21-й. Проект федерального закона о внесении изменений статью 6 Федерального закона о гражданстве Российской Федерации. Включите режим голосования. Покажите результат. Принят во втором чтении. 22-й. Проект федерального закона о внесении изменений статью 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Включите режим голосования. Покажите результат. Принят во втором чтении. 23-й. Проект федерального закона о внесении изменений в Кодекс России об административных правонарушениях. Включите режим. Да. Принят во втором чтении. 24-й. Проект федерального закона о промышленной политике в Российской Федерации. Включите режим голосования. Второе чтение. Принят во втором чтении. Будут ли выступления по мотивам перед третьим? Ставлю на голосование. Включите режим голосования. Покажите результат. Закон принят. 25-й. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 223 Уголовно-процессуального кодекса России. Включите режим голосования. Второе чтение. Покажите результат. Принято во втором чтении. Будут ли выступления по мотивам перед третьим? Нет. Ставлю на голосование в третьем чтении. Включите режим. Покажите результат. Закон принят. 26-й. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 7 федерального закона о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. и статью 14 Федерального закона о государственном кадастре недвижимости. Включите режим голосования. Второе чтение. Покажите результат. Принято во втором чтении. 27-й проект Федерального закона о внесении изменений в статью 19 Федерального закона о введении в действие части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Включите режим голосования. Второе чтение. Покажите результат. Принято во втором чтении. Виктор Витальевич Пинский по введению. Уважаемый Сергей Юрьевич, комитет просит оставить данный проект закона во втором чтении для проведения необходимых консультаций. Не принимайте в третьем чтении. Спасибо. Спасибо. Нет возражений. Идём дальше. 28-й вопрос. Проект Федерального закона о внесении изменений в закон Российской Федерации о частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации. Включите режим голосования. Второе чтение. Спасибо. Покажите результат. Принято во втором чтении. Геннадий Васильевич, я могу предположить, что вы не ту кнопку нажимали. На Геннадий Васильевич Кулик, на карточку Ирины Анатольевны Яровой. Микрофон. Голосовало второе, третий, четвёртый, пятый и седьмой вопросы за. Прошу учесть. Спасибо. Спасибо. 29-й вопрос. Нам ранее был проголосован. 30-й вопрос. Проект Федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон о несостоятельности отдельной законодательной акт Российской Федерации в части регулирования реабилитационных процедур, понимаемых в отношении гражданина-должника. Включите режим голосования. Второе чтение. Покажите результат. Принято во втором чтении. 31-й. Проект Федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты России. Включите режим голосования. Покажите результат. Принято во втором чтении. 32-й. Проект Федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон о порядке выезда из России и въезда в Российскую Федерацию. Включите режим голосования. Покажите результат. Принято во втором чтении. 33-й. 33-й. Проект Федерального закона о внесении изменений в статью 13 Федерального закона о правом положении иностранных граждан в России. Включите режим голосования. Принято во втором чтении по введению Владимир Георгиевич Позняков. Спасибо. 32-й вопрос за Позняков, Гаврилов, Разворотнев и Рябов. Спасибо. Прошу учесть. Спасибо. 34-й. Проект Федерального закона о образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых районных судов Республики Саха-Якутия. Включите режим голосования. Покажите результат. Принято во втором чтении. 35-й. Проект Федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон об особенности функционирования электроэнергетики в переходный период и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации. Включите режим голосования. Покажите результат. Принято во втором чтении. 36-й. Проект Федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты России по вопросам перераспределения полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Включите режим голосования. Второе чтение. Покажите результат. Принято во втором чтении. Будут ли выступления по мотивам перед третьим? Нет. Ставлю на голосование в третьем чтении. Включите режим. Да. 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 Покажите результат. Закон принят. 37-й. Проект Федерального закона о внесении изменений в земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации. Включите режим голосования. Да. Покажите результат. Принято во втором чтении. 38-й. Ставлю на голосование. Кто за то, чтобы отклонить ранее принятый в первом чтении проект Федерального закона, устав о дисциплине работников внутреннего водного транспорта? Включите режим. Оказ hurts. Покажите результат. Законний проект отклонен. Тридцать девятый. Кто за то, чтобы отклонить проект Федерального закона, устав о дисциплине работников морского транспорта? Включите режим. Законопроект отклонён. Сороковой. Проект федерального закона. Внесение изменений в федеральный закон об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период. Включите режим голосования. Первое чтение. Покажите результат. Принят в первом чтении. По ведению. Роберт Иванович Кочиев. Раз. По 24 закону. Бифов, Кочиев, Кумин, Левченко, Новиков, Тайсаев. Голосовали за. Прошу учесть. Спасибо. Сорок первый. Проект федерального конституционного закона о внесении изменений в федеральный конституционный закон о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе России новых субъектов Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Включите режим голосования. Коллеги, внимательно. Голосуется проект федерального конституционного закона. Покажите результат. Одобрен в первом чтении. Сорок второй. Проект федерального закона о внесении изменений в отдельный законодательный акт России. Включите режим голосования. Покажите результат. Принят в первом чтении. Сорок третий. Проект федерального закона о внесении изменений в отдельный законодательный акт России в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ. Включите режим голосования. Покажите результат. Принят в первом чтении. Сорок четвертый. Проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон об оценочной деятельности в Российской Федерации. Включите режим. Покажите результат. Принят в первом чтении. Сорок шестой. Проект федерального закона о внесении изменений в отдельный законодательный акт России в части недопущения незаконного производства или оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Включите режим голосования. Покажите результат. Принят в первом чтении. Сорок седьмой. Проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации. Включите режим голосования. Первое чтение. Покажите результат. Принят в первом чтении по ведению Виктор Фридович Звагельский. Спасибо. Уважаемые коллеги, законопроект прошёл, все необходимые процедуры, правового управления замечаний нет. Комитет просит поставить на голосование закон в целом. Спасибо. Коллеги, нет ли возражений против того, чтобы поставить законопроект на голосование в целом? Нет. Нет. Ставлю на голосование в целом. Включите режим голосования. Спасибо. Сколько мы напонимали. Покажите результат. Закон принят. 48-й. Проект федерального закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты России в связи с принятием российского законодательства в сфере торговли, производства и оборота алкогольной и спирта, содержащей продукции на территории Республики Крым, и города Севастополя. Включите режим голосования. Покажите результат. Принят в первом чтении 50-й проект федерального закона о внесении изменений в статью 1 федерального закона об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации. Принят в первом чтении 51-й проект федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. В части обеспечения достоверности сведений, представляемых при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Коллеги, проект постановления ставлю на голосование в прежней редакции, первоначально имеющейся. Где 30 дней рассылка. Включите режим голосования. Покажите результат. Принят в первом чтении 52-й проект федерального закона о внесении изменений в статье 30 и 31 в Главном процессуального кодекса Российской Федерации. Включите режим голосования. Принят в первом чтении 52-й проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о физической культуре и спорте в Российской Федерации. Ильдар Олегович Гимудинов. Ужем коллеги, ужем Сергея Евгеньевич. Физико-культура и спорт – это самая динамично развивающая отрасль, поэтому любые спортивные события и мероприятия требуют поправок, в том числе законодательства. И практика применения показывает, что это необходимо и актуально. Данным законопроектом предлагается закрепление определений программы развития вида спорта и целевой комплексной программы подготовки спортсменов к Олимпийским играм. Также уточняется мероприятие, проводимое под патронажем Международного Олимпийского комитета. Уточняются процедуры выборов руководителей спортивных федераций. Также уточняется получение государственной поддержки с общероссийскими спортивными федерациями. И очень важно, что законопроектом закрепляется полномочия Российской Федерации по содействию развития детско-юношеского спорта и школьного спорта. Хочу напомнить, что до этого это лишь было право органов государственной власти субъектов Российской Федерации оказывать содействие данному направлению. Ну и, наверное, последнее. В том числе уточняется полномочия органов местного самоуправления в развитии школьного и массового спорта. Прошу поддержать данную инициативу. Спасибо. Игорь Александрович Ананских. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, комитет Государственной думы по физической культуре, спорту и делам молодежи рассмотрел данный законопроект и в целом поддерживает его принятие. Ильдар Рекович Кульмудинов в своем докладе подробно изложил концепцию законопроекта. В первом числе законопроект направлен на дальнейшее совершенствование и разограничение полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления в части развития детско-юнического спорта, студенческого и школьного спорта, спортовучих достижений, профессионального спорта и подготовки спортивной резервы для субъектов сборных Российской Федерации. Законопроект с учетом замечаний поддержан правительством РФ. Комитет предлагает принять данный законопроект во втором чтении. Спасибо. Есть ли вопросы, коллеги? Николай Васильевич Коломейцев. Спасибо. Уважаемый Ильдар Ирекович, скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что мы опять предлагаем делегировать полномочия федерации, муниципалитетам и региональным властям части развития спорта без финансирования? Спасибо. Спасибо. Нет, Николай Васильевич, у них уже эти полномочия есть, мы просто их уточняем, потому что одно дело содействие, другое дело заниматься этими, иметь полномочия. Финансирование уже у них и в бюджетном кодексе, и другими документами уже предусмотрено. Спасибо. Есть ли желающие выступить? Нет. Ставлю законопроект на голосование. Включите режим. Татарстан поделится. О, фотограф, прошу. Покажите результат. Законопроект принят в первом чтении. 54-й вопрос повестки. Проект федерального закона, внесение изменений в статью 2 федерального закона о физической культуре и спорте в Российской Федерации. Игорь Александрович Анатских. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, необходимость данной законодательной инициативы вызвана тем, что, несмотря на то, что указанное понятие применяется как в нормативных правовых актах Российской Федерации, так и при формировании государственной политики в области физической культуры и спорта, на текущий момент оно не определено. Комитет Государственной Думы по физической культуре и спорту, делам молодежи рассмотрел данный законопроект и поддерживает его концепцию. Прошу принять в первом чтении. Спасибо. Если вопрос нет, желающие выступить, нет, ставлено голосование в первом чтении. Включите режим. Покажите результат. Принят в первом чтении. 55-й проект федерального закона внесения изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Ильдар Ирайкович Гельмуддинов. Уважаемые коллеги, Госсовет Республики Татарстан вышел с инициативой, проанализировав дорожно-транспортные происшествия, которые есть в республике. Например, по причине выезда на полосу встречного движения, доля погибших по этой причине в республике Татарстан от общего числа погибших составляет в 2011 году 33%, а уже в 2013 году 49%. И по итогам 6 месяцев 2014 года количество погибших составило 55%. При этом количество пресещённых нарушений данной категории в 2013 году составляет 19 тысяч случаев. Также ситуация с дорожно-транспортными происшествиями с участием нетрезвых водителей тоже ненормальна. Только по итогам 2013 года таких случаев 21 тысяча. Также не выполняются законные требования сотрудников полиции об остановке транспортных средств и маленький штраф за данное деяние приводит к многочисленным нарушениям. Поэтому предлагается увеличить максимальный срок лишения прав управления транспортным средством с 2 до 3 лет, а за повторные нарушения с 3 до 5 лет увеличить административные штрафы за вышеуказанные деяния. Прошу поддержать данную инициативу Госсовета Республики Татарстан. Спасибо. Вячеслав Иванович Лысаков. Спасибо, уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги. Очень коротко не можем мы поддержать, к сожалению, наших коллег, поскольку, например, по пьянке за рулём мы сегодня уже проголосовали, мы приняли достаточно серьёзные меры, и латать закон только что принятый, конечно, нет никакого смысла. Первое. Второе. По встречке. Последние изменения работают всё-таки недостаточно долго. Мы ещё за год не получили статистику. Посмотрим в следующем году, если будет необходимость, корректируем. Сейчас тоже нет необходимости делать поспешные шаги. Ну и, наконец, остановка по требованию сотрудника полиции. Ситуация действительно требует определённого рассмотрения. Я знаю, начальник ГАИ Татарстана мне об этом говорил, но разные ситуации есть. Одно дело, вас остановили и сказали, мне передали, вам свистели, вы не остановились. Это одна ситуация. И доказать, что вас не останавливали, вы не заметили, достаточно сложно. Другое дело, когда план перехвата объявлен за человеком погони, он подвергает жизни всех участков дорожного движения. Здесь, конечно, требуется усиление санкций за эти деяния. Но это надо чётко всё прописать в законопроекте, отдельно внести, возможно, внести его отдельно в наш Кодекс института правонарушения. Мы над этим вопросом в следующем году с коллегами обязательно поработаем. В целом, принять законопроект не можем, рекомендует Комитет о его поклонении. Спасибо. Спасибо. Есть ли вопросы? Нет. Желающие выступить? Нет. Прошу записаться. Включите режим. Покажите, кто записался. Депутат Старовой, пожалуйста. Сергей Евгеньевич, я очень кратко. Пожалуйста. Лучшим мониторингом, Вячеслав Иванович, являются человеческие жизни. Либо мы делаем всё, чтобы они всё-таки пополнялись у нас и количество не уменьшалось, либо мы продолжаем мониторить. Фракция ЛДПР, несмотря на то, что профильный комитет считает, что необходимо продолжать мониторить, будет поддерживать данный законопроект Татарстана. Спасибо. Спасибо. Оставлено голосование. Включите режим. Покажите результат. Законопроект отклонён. 56-й проект федерального закона, внесение изменений статью 28.3 Кодекса России об административных правонарушениях. Ильдар Иракович Гельмудинов. Спасибо, уважаемые коллеги. Сергей Евгеньевич, это инициатива Государства Республики Татарстана. Она связана с тем, что участие в случае нарушения правил использования воздушного пространства отдельными гражданами с применением лазерных указок. Вы помните, уже мы неоднократно эту тему обсуждали, но она тема продолжается. Только вот пример в 2013-2014 годах на территории Республики Татарстан 8 раз было использовано против авиаперевоза в аэропортах данные лазерные указки. Поэтому протокол административных штрафов, предусмотренный кодексом, составляется должностными лицами Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. И ближайший такой орган находится в городе Самаре, а те люди, полномочные представители, которые находятся в городе Казань, они не уполномочены составлять такие административные штрафы. Поэтому законопроектам предлагается наделить должностные лица органов внутренних дел полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях в этой области. Хотя я внимательно прочитал заключение комитета и присутствовал, но, к сожалению, тем, что мы не наделяем органов внутренних дел этими полномочиями, конечно, этот вопрос не решает. Тогда скажите, кто на территории Республики Татарстан будет пресекать данные правонарушения. К сожалению, ответа я пока не получил. Спасибо. Просим поддержать данные предложения. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, прекрасно понимая озабоченность наших коллег из Республики, тем не менее мы отмечаем то, что ответственность устанавливается статьей 11.4, это нарушение правил использования воздушного пространства. Она включает в себя весь спектр нарушений правил использования воздушного пространства. И поэтому логично, что компетенция по составлению протоколов и принятию постановлений о привлечении к административной ответственности относится к соответствующей службе, а именно Федеральной службе по надзору в сфере транспорта. Органы внутренних дел принципиально в силу своего положения не наделяются полномочиями в сфере контроля за использованием воздушного пространства. Следовательно, для того, чтобы решить проблему по наказанию тех, кто мешает, препятствует нормальному движению воздушных судов, нужно на самом деле либо вносить соответствующие изменения в компетенцию, в том числе, кстати, и органов внутренних дел, которые по своему положению, по своему закону не наделены полномочиями по контролю за соблюдением правил использования воздушного пространства. В сфере общественного порядка, да, следовательно, мы должны вывести вот это деяние, а именно препятствие, допустим, создание препятствий для движения воздушных судов в сферу общественного порядка, то есть начать с изменения подзаконных актов, которые регулируют компетенцию и регулируют правила соблюдения общественного порядка в этой сфере, а потом уже переходить к изменению КОАП. Поэтому мы, понимая заботы наших коллег, рекомендуем данное законопроект отклонить. Спасибо. Есть ли вопросы? Один у Николова Васильевича Коломейцева. Микрофон, пожалуйста. Пожалуйста. Ильдар Ильякович, вот вы меня убедили, а сами-то вы как будете голосовать? Спасибо. Это... Нет, нет, нет. Вопрос только для того, чтобы он был услышан, а не для того, чтобы получить на него ответ. Кто хотел бы выступить? Нет, ставлю на голосование. Включите режим. Так, Соловьёва всё равно нету. Ну, это он зафиксирует отсутствие, как хотите. Не будем, ладно. Покажите результат. Законопроект отклоняется. Коллеги, осталось 6 минут, и у нас несколько законопроектов по сокращённой процедуре. Давайте их рассмотрим и на этом завершим. Нет возражений? Нет. Спасибо. Так, 65-й вопрос повестки. Проект федерального закона о внесении изменений в лесной кодекс Российской Федерации. Докладывает Сергей Викторович Муравленко. С места. С места, пожалуйста. Уважаемые коллеги, вашему вниманию представлен проект федерального закона о внесении изменений в лесной кодекс Российской Федерации в части изменений порядка осуществления деятельности в целях выращивания посадочного материала лесных растений, внесённый в Костромской областной думе. Законопроект вносит в статью 39 прим. лесного кодекса изменения и дополнения, в соответствии с которыми предлагается предоставлять лесные участки для выращивания посадочного материала лесных растений на всех видах прав, предусмотренных статьей 9 кодекса. А в случае, если лесные участки никому не представлены, выращивание посадочного материала планируется возложить на специализированные государственные учреждения подведомственные федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации на основе государственных заданий. В настоящее время проблемы, на решение которой направлен законопроект, уже урегулированы действующим лесным законодательством, приняты нами в весеннюю сессию федеральным законом номер 27. В этой связи предлагаемые законопроектом изменения представляются избыточными. Правительство Российской Федерации не поддерживает принятие законопроекта. Государственное правовое управление Президента Российской Федерации также не может рекомендовать законопроект к принятию Государственной Думы в первом чтении. С учётом изложенного, наш комитет также не поддерживает принятие в первом чтении рассматриваемого проекта федерального закона и рекомендует Государственной Думе отклонить его в первом чтении. Спасибо. Ставлю на голосование. Включите режим. Так, это что мы рассмотрели, значит, 56, ну, 55 вопросов плюс 6, 61. Покажите результат. Законопроект отклонён. 68-й вопрос повестки. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 18 Федерального закона о погребении и похоронном деле. Докладывает депутат Геккеев. Заур Долхатович Геккеев, пожалуйста. Уважаемый председатель, уважаемые коллеги, по мнению Комитета по федеративному устройству и местному самоуправлению, предлагаемое авторами законопроекта изменений является излишним. По данному законопроекту имеются замечания концептуального характера у Государственного правового управления Президента Российской Федерации, Комитета Совета Федерации по социальной политике и правового управления аппарата Государственной Думы. В связи с чем предлагается отклонить его в первом чтении. Спасибо. Ставлю на голосование. Включите режим. Законопроект отклонен. 69-й. Проект федерального закона «Внесение изменений в федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», докладывает Виктор Алексеевич Казаков. Микрофон. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, право органов местного самоуправления, по нашему мнению, на участие в решении такого рода вопросов уже предусмотрено действующим законодательством и необходимости в дополнительном правовом регулировании этого вопроса нет необходимости. Комитет предлагает не поддерживать концепцию данного законопроекта, рекомендует отклонить его в первом чтении. Спасибо. Спасибо. Ставлю на голосование. Включите режим. Покажите результат. Законопроект отклонен. 70-й. Проект федерального закона «Внесение изменений в статью 12 федерального закона об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», докладывает Виктор Алексеевич Казаков. Микрофон. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, принятие данного законопроекта приведет в конечном итоге к изменению результатов во излияния избирателей, проголосовавших за участие определенных кандидатов от политических партий и деятельности законодательного органа госсубъекта Российской Федерации, что несовместимо с принципами народа власти и конституционно-правовой природы активного и пассивного избирательного права. Комитет не поддерживает принятие данного законопроекта. Предлагает отклонить его в первом чтении. Спасибо. Ставлю законопроект на голосование. Включите режим. Ну мы как бы отчетом час съедаем, зато прибавляем один час. Нормально. Нормально. Покажите результат. Законопроект отклонен. И 72-й проект федерального закона о внесении изменений в статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации. Включите режим голосования. А, прошу прощения, я не объявил 71-й. 71-й вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 36 и 37 Федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации и статью 13 Федерального закона о муниципальной службе в Российской Федерации. Включите режим голосования. А, прошу прощения. Прошу прощения, отменить. Не, не, не. Коллеги, коллеги. Докладывает Виктор Алексеевич Казаков. Надо обязательно выслушать доклад. С места, пожалуйста. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, данный законопроект не учитывает правовую позицию Конституционного суда Российской Федерации, в соответствии с которой аналогичные нормы Трудового кодекса Российской Федерации были признаны несоответствующей Конституции Российской Федерации. Комитет не поддерживает и просит отклонить в первом чтении. Ну вот теперь мотивы всем понятны. Ставлю на голосование. Включите режим. Покажите результат. Саша, сколько второго? Законопроект отклонен. И 72-й проект федерального закона внесения изменений в статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации. Михаил Васильевич Тарасенко. Микрофон. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, законопроект инициирован Олегом Викторовичем Морозовым, период исполнения им полномочий депутата Государственной Думы и направлен на закрепление права субъектов Федерации дополнительно, помимо общероссийских, устанавливать нерабочие праздничные дни. Трудовое и связанное с ним другие отношения – это предмет совместного ведения, и поэтому необходимости в принятии федерального закона нет, это может быть реализовано непосредственно законом субъекта Федерации. Заключение правительства отрицательное. Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений также не поддерживает этот законопроект. В связи с этим Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов просит не поддерживать данный законопроект и отклонить его первом чтении. Спасибо. Ставлю на голосование. Включите режим. Покажите результат. Законопроект отклонен. Коллеги, мы, наверное, остановимся на этом сегодня. Завтра мы работаем в несколько ином режиме, и завтра и в пятницу. Большой перерыв начинается в 15 часов с 15 до 16, поэтому будьте к этому готовы. Спасибо. А на сегодня мы завершаем наше заседание. Спасибо всем за проделанную работу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok